Привет, привет! У меня для вас две очень неприятные, не то что новости, а очень неприятных умозаключения, ну, просто для того, чтобы быть готовым к развитию событий. Но для начала хотел сказать, что я начал замерять потребление электричества в разных комнатах, ну и в том числе проверил потребление электричества в офисе, там сканер, два сканера, принтер, компьютер Windows и компьютер Apple и монитор. Вот это все в выключенном состоянии потребляет 100 ватт, это, конечно, фантастика. Поэтому проверяйте тоже свои потребления, и если в выключенном состоянии потребляет 100 ватт вот эта система, то проще ее, конечно, отключать вообще от сети. Ну, это просто предисловие. А теперь вернемся к главному и начнем с того, что весь мир, в общем-то, наш построен был на конкуренции. Я слежу специально за этой ситуацией, и очень многому конкуренция, конечно, помогает. Ну, никогда не было такого, что кто-то может выкинуть некий фортель, и конкуренты его не заклюют. Конкуренция, конечно, сильно помогает нам сохранять мир в нашем мире. И вот последние события и с Азербайджаном, и с Израилем наталкивают меня на мысль, что конкуренции в мире больше нет. Что провернуть такие действия, какие проворачивает некая организация в мире, последние, наверное, лет пять, говорит о том, что у этой организации нет конкурентов, она не боится конкурентов, она не боится осуждения, оппозиции. То есть у нее нет оппозиции. Надо быть готовым к тому, что в самое ближайшее время в мире начнут происходить такие колоссальные изменения, о каких мы даже представить себе не можем. Это ответ тому человеку, который спрашивал меня, в каких активах держать сейчас свои накопления. Смотрите, кто остался без конкуренции, соответственно, активы этого того будут наиболее востребованы, наиболее ценны. И вторая новость, которая, конечно же, согласуется с первой, но тоже удивила меня в последнее время, это то, что странам, в общем-то, все равно на количество жертв их подданных. Это необычное явление, которого никогда раньше я не наблюдал, но теперь я вижу, что очень многим странам, в общем-то, не то чтобы даже все равно, а такое ощущение, что паспудно они пытаются уменьшить количество его населения. И вот тут это второй рычаг, второй инструмент в ваших руках. Планируйте свое местоположение, свою релокацию, таким образом, чтобы не попасть в те самые проценты несчастных, которые будут уничтожены совместно с попустительством руководства, которое, по идее, должно их защищать. Вот две нехорошие новости, на самом деле три, если смотреть еще потребление электричества выключенными приборами, которые огорчают меня и, в общем-то, говорят о том, что будущее будет хуже, чем я о нем думал совсем недавно. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok